Друзья, всем привет! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Сегодня о знаках Зодиака. Самый гулящий знак Зодиака. Кто он? Какие же все-таки разные знаки Зодиака? Люди, рожденные под одним знаком, великие ученые, под другим везунчики, под третьим любимчики? А задумывались ли вы когда-нибудь какой знак Зодиака самый неверный? 12 место. Скорпион неожиданно. Гиперсексуальный, дьявольский, привлекательный и харизматичный Скорпион, которому все готовы отдаться с первого взгляда, самый верный знак. Правда, не факт, что все готовы принимать такую верность. Скорпион не изменяет не потому, что он такой благородный, а потому, что не видит смысла искать новую жертву, пока старая еще трепыхается. 11 место. Козирог. Козирог не изменяет, потому что не понимает, какой смысл рисковать всем, что нажито непосильным трудом, и прикладывать кучу усилий, чтобы в итоге получить секс. У него же и так есть секс. Где логика? Спрашивает нас Козирог. Нет логики. Да, Козирог действительно совмещает в одном предложении слово секс и логика, и нигде ему не жмет. 10 место. Телец. Тельцу стрёмно. У него все так хорошо и стабильно дом, полная чаша дачи по выходным, котик и пироги в духовке, и все это потерять из-за какой-то интрижки. Да ну ее к черту. Потом опять же заново жениться. Начинай сначала всю эту тягомотину. Нет уж. 9 место. Водолей. Если водолея что-то не устраивает, водолей разводится. Потому что изменять неблагородно, негигиенично и вообще фу. Опять же водолеи любят наврать с три короба, но только исключительно из любви к искусству. А врать по необходимости, нет, так водолей не играют. 8 место. Весы. Весы никогда не изменяют спонтанно. Им нужно все взвесить, обдумать и решить, хочу ли я, могу ли я, это самое ли я. И пока они взвешивают, все поезд ушел. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. 7 место. Дева. Признаемся честно, мы поставили дев на 7 место просто так. Нужно же было их куда-то поставить. Некоторые девы изменяют. Некоторые нет. В принципе, это совершенно не важно. Потому что даже если у девы 5 сексуальных партнеров одновременно, то об этом никто никогда не узнает. Если небо упадет на землю и об измене девы узнают, дева выкрутится. Пробовали когда-нибудь переспорить деву? Вот то-то же. Шестое место рыбы. Рыбы изменяют партнеру каждый день. Иногда три раза в день. Поговаривают особо страстные натуры доходили и до десятка измен менее чем за сутки. Но правда исключительно в собственных сексуальных фантазиях. Что же касается настоящей физической измены, то рыбы изменяют только исключительно по большой любви. А вот сколько раз в жизни рыба влюбится по уши, вам никто не предсказать не сможет. Это смотря какая рыба. Пятое место лев. Львы не изменяют, пока их все устраивает. То есть пока их должным образом восхваляют и обожают. Проблема в том, что невозможно повышать градус восхищения львом вечно. И рано или поздно лев решит, что два обожателя всяко лучше одного. А три лучше двух. А еще лучше десять. Ведь главное же не секс, главное, чтобы все вокруг знали, как феерически любвеобилен лев и тихо завидовали. Четвертое место. Близнецы. Близнецы не придают верности никакого значения, потому что главное правило жизни близнецов – к черту правила. Близнецы не терпят ограничений, тем более в личной жизни. Впрочем, близнецы почти никогда не заводят себе постоянных любовников. Потому что непостоянство – второе имя близнецов. Третье место. Рак. И снова внезапно. Тройку лидеров замыкают тихие, застенчивые, романтичные, нежные и очень-очень семейные раки. Которые также тихо, застенчивые и романтичные регулярно ходят налево. Нам кажется, что таким образом они восстанавливают равновесие во Вселенной. Должны же и у раков быть какие-нибудь недостатки. Второе место. Овен. А в нам нужно не просто все самое лучшее, а в нам нужен идеал. Проблема в том, что если найти идеал и долго на него смотреть, можно найти кучу недостатков. И все? Все? Начинай сначала. Первое место. Стрелец. Вот? Вот он самый неверный, самый непостоянный знак зодиака. Знаете, почему стрельцы женятся и выходят замуж по пяти-шесть раза, то и больше? Нет, не потому что супруги не выдерживают измены стрельцов, а потому что стрельцам скучно всю жизнь изменять одному и тому же человеку. И с этим знанием нам всем придется как-то дальше жить, да. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные факты. Пишите в комментариях, на какую тему вы хотите следующий ролик. Хорошего всем дня и до встречи на нашем канале.